22 февраля, час дня. Густым дымом полностью заволокло общежитие по улице Космонавтов. Очаг возгорания был на четвертом этаже. Вместе с пожарными расчетами на месте происшествия работали полицейские, которые по горячим следам задержали поджигателя. На четвертом этаже находились уже сотрудники пожарной части. Существляли тушение пожара в квартире на четвертом этаже. В последнее время решили подняться. Поднялись, увидели, что вся квартира была выгорена. Когда находились на месте происшествия, тогда уже посылала нам информация, что подозреваемый находится в отделе полиции, в связи с чем он совершил поджог. В последнее время он уже пояснил, что имеются какие-то данные бывшие сожительницы чувства, и она не дает ему встречаться с ребенком. Утром он пришел в гости к бывшей гражданской супруге, с которой мужчина несколько месяцев назад расстался. 26-летний парень планировал помириться с женщиной и взять на прогулку дочку. Но сожительница наотрез отказалась идти на примирение и запретила молодому человеку встречаться с ребенком. Очевидцем конфликта стала мать потерпевшей. Он пришел все равно туда в комнату и говорит, дайте с ребенком увидеться, его не пускают, так как ребенка хотели укладывать спать. Далее он все равно как бы пытался зайти, дверь, ну дверь, конечно, открыта была, он не давал закрыть дверь. В итоге-то он не проник, но и вытащил, получается, свою сожительницу вот в коридор, вот этот общий коридор. Так, там он наносил удары, потом заскочил в комнату, взял нож. Разъяренный молодой человек нанес потерпевшей два удара ножом по шее и руке. Бабушка увела испуганного ребенка к соседям и позвонила в службу спасения 112. Дебошир зашел в комнату, заперся изнутри, поджег полотенце и наблюдал за возгоранием. Когда помещение заволокло дымом, злоумышленник попытался сбежать с места происшествия. На улице его задержал экипаж ППС. В отношении Стефкарца возбудили сразу три уголовных дела. Фигурант полностью признал вину и раскаялся. На время следствия его отпустили домой под подписку о невыезде. Молодому человеку придется оплачивать ремонт сожженного жилища и возмещать ущерб бывшей сожительнице за сгоревшие вещи. Суд учтет это при определении наказания, которое, вероятнее всего, будет связано с лишением свободы.